Музыка Ропот это такое состояние, когда человек недоволен чем-то, а недовольны мы всегда и постоянно, и может быть многими вещами мы недовольны, и может быть справедливо недовольны, но действительно может быть и погода не самая теплая, и правительство не так ведет себя, и начальник на работе, наверное, не такой, как надо. То есть есть чем быть недовольным. И подходя объективно, мы должны согласиться, что поводов для недовольства предостаточно. Но вот ропот, в отличие от вообще недовольства, заключается в том, что это тихое выражение недовольства без всякой конструктивной подачи, без какого-то выхода, без какого-то предложения. Это просто недовольство тем, что есть и все. Когда люди недовольны и хотят что-то изменить, хотят что-то сделать для того, чтобы изменить ситуацию, это хорошее и положительное качество недовольства. Но вот ропот отличается от этого недовольства. Отличается тем, что ропотник, ропотник, он просто высказывает свое недовольство, он просто недоволен и все. По сути дела, ропот – это форма жалости к себе. Человек начинает роптать на обстоятельства, на те переживания, которые он имеет, роптать на весь мир, роптать на Бога, и тем самым он как бы жалеет, вот почему так получается? Вот что это такое за положение, что я нахожусь в таких вот плохих условиях? И вот он постоянно выражает это недовольство. Ну, вы знаете, что самый классический пример ропота, о котором в Новом Завете даже упоминается несколько раз, это ропот израильтян в пустыне. То есть, это действительно, наверное, самый такой показательный пример, на который ссылаются и авторы Нового Завета, говоря, что Бог негодовал на тех ропотников, которые все время роптали в пустыне. Ну, а действительно, если мы посмотрим на события, которые происходили во время исхода израильтян из Египта, то мы обратим внимание, что евреи имели основания для недовольства. Вот в 16 главе книги «Исход» написано, «И двинулись из Елима», первый стих я читаю, «И пришло всеобщество сынов Израилевых в пустыню Син, что между Елимом и между Синаем в 15 день второго месяца по выходу их из земли египетской. И возроптало всеобщество сынов Израилевых на Моисея и Аарона в пустыне, и сказали им сыны Израилевы, «Ой, если бы мы умерли от руки Господней в земле египетской, когда мы сидели у котлов с мясом, когда мы ели хлеб досыта, ибо вывели бы нас в эту пустыню, чтобы все собрание это уморить голодом». Ну, действительно, прошло полтора месяца, как они вышли из Египта. Они были в рабстве. И вот, посмотрите, за полтора месяца они уже совершенно иначе оценивают то, что было там в Египте, и то, что есть у них сегодня. Ну, а сегодня действительно непростые условия для израильтян настали. Они находятся в пустыне, каменистая пустыня, солнце жжет, домов нет каменных, нету никаких условий для жизни, нет водопровода, нет канализации. Ну, условия действительно не особенно хорошие. Но если сравнить с тем, что было в Египте, они сравнивают и вспоминают только часть того, что было в Египте. Они говорят, «Мы сидели у котлов с мясом, мы ели хлеб досыта». В общем-то, может быть, это отчасти и правда. Действительно они ели, действительно они сидели у котлов, но при этом они оставляют в стороне очень многое из того, что было в Египте. Детей убивали, всех мальчиков убивали. Заставляли работать, причем работать очень тяжело заставляли. Они строили там для фараона пирамиды, сооружения всякие строили. Более того, даже кирпичи надо было уже в конце всех этих событий самим изготавливать, самим солому доставлять. То есть, это был каторжный труд. Но они уже как-то забыли про многие вещи и вспоминают только котлы с мясом. Это очень интересное положение, которое часто и нас приводит к ропоту. Потому что мы тоже смотрим на многие неудобства. Может быть, они и не такие, конечно, как у евреев были, но есть и свои неудобства. И люди начинают вспоминать и говорить, что вот было раньше хорошо, вот теперь плохо, а почему вот случается такое и другое? И начинают роптать. И вот этот ропот, оказывается, очень неугоден был Господу. Господь, во-первых, сказал, что я дам вам мясо, я дам вам хлеб. Все это будет. И, собственно, с самого начала Господь заботился об этом народе. И даже если бы не было перепелови, манны, то Господь накормил бы, а может быть, ими кушать не надо было, как обувь у них не снашивалась, и одежда не визжала за 40 лет, хотя они ходили по пустыне. Так, может быть, они и голодными бы не были, Господь бы питал их каким-то необычным образом, или посылал бы им какой-то хлеб. У Господа есть тысячи способов, как накормить, как поддержать этот народ. Но они начали роптать. И этот ропот привел к очень печальным последствиям. Они не видели того, что у них было, а хотели только то, что казалось им правильно, казалось им справедливо. Вообще, ропот, я хочу еще раз подчеркнуть, плох не тем, что есть недовольство, а тем, что не всегда мы реагируем на эти недовольства правильно. Мы не способны эти недовольства вылить в правильную форму. Редактор субтитров А.Семкин